И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня мы продолжим знакомиться с линейкой фигурок по фильму Властелин колец от компании Diamond Select. И сегодня у нас Назгул. Фигурка является частью второй серии данной линейки, в которой всего две фигурки, сам Назгул и Фродо. Фродо мы откроем в следующий раз, ибо он у меня тоже уже есть, а также третья линейка. Поэтому в ближайшее время здесь будет много Властелина колец. Коробочку мы уже видели, ничего сверхъестественного здесь нет, но я хочу напомнить еще раз, что эти фигурки приближают нас еще на один шаг ближе к тому, чтобы собрать всего Саурона. И в конце третьей серии мы должны в теории собрать полностью всю фигурку. Ну что ж, давайте откроем данную коробочку, посмотрим что внутри. Итак, фигурка открыта, и тут есть о чем поговорить, но давайте мы на это посмотрим более детально, и каждый сделает для себя соответствующие выводы. И начать я предлагаю нам самого интересного, по моему личному мнению, вот с этого кусочка. Это очередной кусок Саурона. Итак, это у нас получается пояс, у нас уже есть одна нога, одна рука и голова. Значит, вот здесь отверстие, а здесь штырек, поэтому ногу мы вставляем, и да, он получится огромным. Детализация у него и покраска такая же точно, как и на всех остальных кусках. По большому счету ничего сверхъестественного, но это выглядит классно. Я действительно вижу, что это металлическая броня. Итак, давайте перейдем непосредственно к самой фигурке и посмотрим на аксессуары, которые идут с ней в комплекте. Их всего три, и это холодное оружие. Во-первых, он идет в комплекте с кинжалом. Это тот самый кинжал, которым назгул их лидер пронзил Фродо, ранив его. Сделано на самом деле прикольно, простенько, но тут по сути ничего больше и не нужно. Обычное лезвие, есть некое напыление потертости. Я хочу обратить ваше внимание, что рукоять сделана из другого цвета, нежели само лезвие. Слышите, Макфарлин, оружие можно красить в несколько цветов. И, разумеется, в комплекте идут ножны. О ножнах поговорим чуть позже. Далее в комплекте идет вот такой вот меч. Оба этих меча я специально перепроверил, как это было в фильме. Действительно, у нас голов была и одна, и другая гарда. Поэтому по отношению к фильму все правильно. Если я понимаю, это двуручный меч, да? Знатоки оружия, поправьте меня, если я не прав. Опять-таки сделано точно так же, очень простенько. Лезвие, все достаточно темное, мрачное, как никак это назгулы, они не чистят свое оружие. Это вообще нежить, призраки и так далее. Но все хорошо, даже гравировка на гарде есть. Замечательно. И третий аксессуар, меч с ножнами. Вот так. Такое вот. Тут все намного интереснее, как мне кажется. Гарда более интересная. Форма меча, кстати говоря, тоже прикольная. И рукоять. Значит, в руку это вставляется всего в одну, только вот в эту. Никаких сменных рук у него нет. И достаточно, на самом деле, сложно это все дело входит, так как сделано из твердого пластика. Ну, вот как-то вот так. В целом, в руке лежит абсолютно нормально, никуда никогда не падает. По поводу ножен. Я хотел сообщить, что видите, вот у ножен есть небольшие такие ушки. И я считаю, что это некое упущение или же проблема, потому что их некуда прикрепить. Оно никуда не крепится. Оно никуда не привязывается. Тут нет никакого ремешка, ничего вот этого. Его одежда сделана из достаточно твердой резины, поэтому ее не деформируешь. То есть, вот как-то вот сюда это заправить. Нет, никуда. Поэтому зачем нам это нужно, я не понимаю решительно. Вот, серьезно. Можно, конечно, предположить, что он якобы его вытаскивает, и в одну руку можно засунуть ножны, а в другую руку сам кинжал. Но сейчас объясню, почему это сложно, и, скорее всего, это не так. Другими словами, аксессуары прикольные, но мне кажется, совершенно бесполезные. Итак, детализация и покраска фигурки. Давайте я сразу скажу все хорошее, что я могу о нем сказать. В целом, мне его образ нравится. Он прикольный, он классный. Я сразу хочу оговориться, что как вот этот образ можно было реализовать как-то по-другому, я не представляю. Сейчас объясню подробнее. Сразу хочу сказать, что покраска на нем есть. На него обзоров почему-то мало, хотя мне казалось, что линейка будет популярная. И люди жалуются, что ну он просто черный. Нет, он не черный. Видимо, потому что я увлекаюсь покрасой миниатюрок, мои постоянные подписчики об этом знают. Я черный пробовал красить, я лично считаю это сложным. Но здесь есть покраска черного. Местами он уходит в серый, местами в коричневатый. Но покраска здесь присутствует, и она мне нравится. Мне нравится его внешний вид, мне нравится его покрас. Кстати говоря, вот и под вот этими всеми его одеяниями броню тоже покрасили. Ничего сверхъестественного, но покрасили. Так моя основная претензия к нему, это его суставы. Это не совсем экшн-фигурка, это больше статуэтка. И самая большая проблема вот в этом. Кто и на каком этапе посчитал, что вот такая реализация рукава, это хороший план или отличная идея. Ну серьезно, этим рукавом по большому счету можно проткнуть. Быть проткнутым рукавом на сгула, это дело серьезное. Это похлеще, чем какой-нибудь меч или черный клинок. Это рукав. Рукав. Ну вы понимаете, это очень сильно ограничивает нас в его позировании и в придаче каких-нибудь динамических поз. Буквально чуть-чуть поднять руку, и тут же нарушается физика, и срабатывает теория зловещей долины. Это больше не выглядит как рукав. Наш мозг начинает это воспринимать как нечто другое. Вот, например, у меня тут гимли стоит для сравнения. Вот так мы не сможем поставить на сгула. Он не сможет доставать ножны, потому что для этого придется согнуть две руки. А это будет выглядеть вот таким образом. Да, конечно, можно придать ему, ну как минимум, две позы. Я обязательно покажу, не считая просто одну позу, я обязательно поставлю его так, как он у меня пойдет на полочку в конце видео. Но вот это, конечно, я считаю полный провал. Но с другой стороны, как я и говорил, я не представляю, как это реализовать по-другому. То есть вот за это отдельный респект. Остальное просто сделать тряпками, обычной одеждой, как, допустим, сделали с фигуркой Крика. Может быть. Но, насколько мне известно, Даймон Селект этим не балуется. Они не делают тряпичные вещи. Поэтому спорное, спорное решение. Ну, а давайте посмотрим на его суставы более детально. И каждый сделает для себя соответствующие выводы. Значит, голова установлена в теории на шаровом шарнире. Это чувствуется. Но она никак не двигается за счет вот этих вот частей его одеяния. Что, в принципе, логично. Он граммочку буквально может повернуть голову. Чуть-чуть. Далее, в плечах установлены петли, которых мы не видим и никогда использовать не будем, как и все суставы руки. Рука поднимается на 90 градусов. Вращается вокруг своей оси. Далее, есть в плече... Я бы сказал, что это сустав бицепси. Но нет. Это очень странно. Вот эта часть его одеяния, она крутится отдельно. Еще проблема, знаете, в чем? Вот видите, резьба есть ровно. Когда мы поворачиваем ее, мы нарушаем текстуру одежды. Я об этом много раз говорил. То есть, не нарушая текстуру одежды, вам нужно поставить ее в какую-то определенную позу. Далее. Сустав в локте, который мы тоже не можем использовать. И сустав в чуть ниже локтя, который мы тоже не можем использовать, потому что, опять-таки, нарушается текстура его одежды. Далее. В диафрагме есть сустав, вот он, его хорошо видно, который позволяет фигурке... Ну, что есть, что нету, на самом деле. Давайте мы опустим все остальные суставы и перейдем к тому, что действительно есть. Ноги. Он может хорошо шагнуть вперед. Двойной сустав в колене. Очень-очень хорошо сделана текстура его брони. И в щиколотке есть сустав, который позволяет стопе хорошо отогнуться, подняться вверх и ходить из стороны в сторону. Вот, в принципе, и все. Да, в кистях есть суставы, которые позволяют им грамочку буквально вращаться, но, опять-таки, этого движения практически нет. То есть, я не могу это назвать экшн-фигуркой. Это статуэтка. Когда-то Макфарлин делал примерно такие вещи. Он делал статуэтки, у которых двигалась, ну, там, буквально, рука поворачивалась вправо-влево или голова вправо-влево, и все. Это были статуэтки. Но это-то позиционируется как полноценная экшн-фигурка. Вот эти суставы есть. То есть, если вы делаете вот это вот все, может, просто уберем суставы и не будем ничего выдумывать. Понизим стоимость, упростим дизайн создания. И сделаем его статуэткой. Я думаю, было бы прикольнее. Высота фигурки Назгула. 19 сантиметров. И вот таким образом Назгул выглядит рядом с другими фигурками, которые мы уже успели открыть по линейке Властелин и Колец. Это Гимли и Леголас. Обзоры на них мы уже делали. Плейлист будет где-то здесь. То есть, в размер он вписывается замечательно. И да, рядом с ними он смотрится классно. Итак, подводя итог этого видео, хочется сказать, что фигурка Назгула получилась, конечно же, очень спорная. В целом, вся линейка достаточно слабенькая, я скажу прямо. Но я прекрасно знал, что это будет. Мы все видели промо-фото. Я прекрасно знал, на что я подписывался. И лично меня это устраивает. Каждый, разумеется, делает для себя соответствующие выводы. Насколько я вижу по обзорам, по реакции в интернетах, люди к линейке относятся прохладно, и это вполне объяснимо. Что касается Назгула, я его считаю неплохой фигуркой. Это далеко не самая лучшая фигурка, но аналогов данной ценовой категории у нас нет. Но совести ради нужно сказать, что у меня в коллекции есть статуэтка Назгула. Это именно что статуэтка. Мы на ней обзор уже ранее делали. Он, конечно же, и стоит совсем по-другому, но и качество там абсолютно другое. Поэтому при большом желании можно найти хорошие, классные фигурки по Властерину колец за сравнительно небольшую цену. Но почему-то серия Властерина колец в целом имеет очень мало хороших, годных фигурок в бюджетном варианте. Собственно, это первая попытка. Которая получилась, ну, я не скажу, что хорошо и не скажу, что плохо. Во всяком случае, то, что я хотел от этой фигурки и этой серии, я пока что получаю. Но советовать я его никому не буду. На этом, я думаю, можно подводить итоги этого видео. Если вам понравилось и вы хотите увидеть продолжение линейки по Властерину колец, я напоминаю, что следующим мы открываем Фродо. То ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Разумеется, как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь, на ютубе, либо же через мою группу вконтакте. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Ну а на этом, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok